Апостол Павел В первой главе Минутку, я посмотрю свою бумажку Утром, которую написал Да, во втором послании Тимофею В первой главе Двенадцатым стихом говорит По сей причине я и страдаю Так, но не стыжусь Ибо я знаю, в кого уверовал И уверен, что он силен сохранить Залог мой на день он Еще раз повторю Для того я По сей причине я и страдаю Так, ну, послание Тимофею Написано тогда, когда Павел сидел в тюрьме Он был в вузах, то есть он страдал за имя Христова Он говорит По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь Ибо я знаю, в кого уверовал И уверен, что он силен Сохранит залог мой на день он Знаете, я бы сегодняшнее слово Я так для себя прямо написал Сегодня утром, пока Илюшка спал Знаешь ли ты, в кого уверовал? Знаю ли я, в кого уверовал? Я хочу кратко помолиться Давайте помолимся, чтобы Бог дал устройство И Дух Святой проговорил к нашему сердцу Любящий Господь Нуждаюсь в Тебе И мы все нуждаемся в Тебе Ты знаешь, что когда мы идем в Дом Божий Мы приготавливаем свое сердце к слышанию И я прошу Тебя, говори сегодня к сердцам нашим Помашь, Господи, просто Уста и голос мой, чтобы быть инструментом в глазах Твоих И передать, Господи, то, что Ты хочешь И то, что возможно передать сегодня Великий наш Бог Пусть слово, которое звучит Оно будет к назиданию церкви К созиданию церкви К укреплению веры нашей Я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа Пусть слово это послужит, может быть, стимулом Нам в жизни веры познавать Тебя Больше и больше Великий Бог Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Садитесь, пожалуйста Вы знаете, был такой фильм христианский Он назывался Убежище Но он, наверное, и есть, да, как бы, снят был такой фильм Многие смотрели, кто-то смотрел, махните рукой, да? Там, ну, немного, я смотрю, махнули рукой Некоторые, может быть, считают, что в церкви неприлично рукой махать Ну вот Там про семью Тенбом По-моему, из Голландии, да? Да, я не путаю, но все строкивают, у них память лучше Вот Там про семью Тенбом Во время Второй мировой войны они занимались тем, что Спасали евреев Давали им убежище, укрытие Потом переправляли их Вот таким образом занимались этим Очень опасное было дело, потому что, ну, сами понимаете, да? И, в общем-то, они за это поплатились тем, что все-таки гестапо схватило их Они были арестованы и отправлены в концлагерь И там такой эпизод в фильме интересный Когда Кори Тенбом Она старшая была, да, сестра, по-моему? Или младшая? Старшая Старшая сестра, вот она сидит Ну, конечно, в концлагере ни Библии же ничего нету, да? И там их много, этих женщин, в ужасных условиях Как бы Ужасные условия для работы Питания никакое В общем-то, считают чуть ли не за животных нацисты их, да? И вот она сидит Знаете, и глаза у нее светятся Она сидит в этом бараке, усталая После рабочего, после такого трудного дня И вокруг много женщин И она начинает читать Писание просто по памяти И она говорит там такие слова Она читает из 15 Как сейчас я помню Я давно смотрел этот фильм Из 1-го послания Коринфянам 15-й главы И она говорит о том, что Сеется в тлении, восстает не тлении Сеется тело душевное, восстает тело духовное И она говорит о том, что Иная слава солнца Иная слава луны И звезда от звезды разнится Не, она, конечно, говорит апостол Павел, но она цитирует И звезда от звезды разнится в славе, да, как бы Иная слава звезды И звезда от звезды разнится в славе То есть разная слава И она говорит об этих вещах И она говорит Апостол Павел говорит в этой главе 15-й главе Коринфянам, кто не читает Библию Он говорит о воскресении мертвых Он утверждает верующих в том, что Однажды мы придем на небо и мы воскреснем Мы получим новое тело И она говорит об этом В ее сердце просто вот такая надежда, да Она этим живет Там, в концлагере, в неимоверных условиях И, по-моему, кто-то там из вот этих женщин Узниц, по-моему, там бывшая скрипачка или кто-то И она так поворачивается к ней Но она была скрипачка, была известная Она все потеряла там, да Ну, как бы, будучи в концлагере, еврейка И брошена в концлагерь Все, руки уже не те, и все И она поворачивается к ней И она как бы задает ей вопрос Такой, ну, может быть, это не злоба Но это такая горечь в голосе И она говорит Как ты здесь можешь... Она говорит о Божьей любви Она говорит Как ты можешь говорить о Его любви Как после всего, что здесь с нами Ты можешь говорить, что Он любит И Кори поворачивается к ней Так в смирении она говорит знаете, в смирении, глаза такие светятся, она говорит, это все потому, что вы не знаете его. Это все потому, что вы не знаете его. И Павел, вот то место, которое мы прочитали, он говорит, что по сей причине я страдаю. То есть случилось так, что Павел, он был когда-то наверху, на высоте, до того, как встретился с Христом. Он имел положение в Синедрионе, положение, как бы уважаемый человек, был ученик Гамалиила, много об этом в пропитере говорится, наверное, не стоит много этому уделять времени. И как бы его уважали, его почитали, он имел вес сам о себе в послании филиппийцам 3 главы, он говорит о том, что, чем он, кем он был по плоти, из колена Вениаминова, из Дрода Израилева, да, по учению фарисей, как бы по закону непорочный и так далее, и так далее. Он все это ставит, но когда приобрел Христа, почел это все за ссор. И когда Павел как бы встретился с Христом, когда мы читаем в Деяниях Апостолов, произошла эта встреча, и Павел уверовал, первый его вопрос был сказать Богу, «Что ты повелишь мне делать?» И Павел последовал, он просто действительно отрекся себя, отказался от всего, как он говорит, все преимущества земные, я почел за ссор, и он пошел за Христом. И вы знаете то, что он приобрел? Он приобрел в этом земном пути много скорбей. Он приобрел и гонения, и поношения, и кораблекрушения, и змеи кусали, и что только с ним не происходило, да. И вот он сидит в тюрьме, и он говорит, для того я и страдаю, по сей причине я и страдаю, но не стыжусь. И Павел говорит еще раньше, чем коре тембом, он говорит, потому что я знаю, в кого я верю. Я хочу сказать, вы знаете, смотрите, как интересно, Павел говорит, вот я думал, что этим стихом только начну, и больше на него не буду ничего говорить, но так Дух Святой полагает на сердце иногда, что стих прочитаешь и не остановиться. Знаете, как интересно, Павел говорит, я знаю в настоящем времени, и уверовал в прошедшем времени. Это интересный момент. А, Павел говорит, спасибо. Интересно, Павел говорит, он говорит, я знаю в настоящем времени, и в кого уверовал в прошедшем времени. То есть я хочу сегодня немножко нашу мысль, вектор нашей мысли направить на то, что, ты знаешь, уверование – это еще не все. Один человек сказал такую интересную мысль, он сказал, что верить легко, верить не трудно, верить не тяжело, трудно жить верой. И верить, правда, не тяжело. Есть люди, сомневающиеся там, они подходят, вот знаете, как бы, ну, они требуют каких-то доказательств, ты мне докажи, ты мне расскажи, ты мне покажи, а где ты там видел Бога, а кто это все придумал, может быть, это все вообще люди понаписали. Но я вам скажу, что верить не трудно. Если ты думаешь, если ты мыслящий человек, и дашь себе возможность немножко поразмышлять, то ты поймешь, что не верить трудно. Потому что масса вопросов. Как Бог Иову задает, да, знаешь ли ты, кто положил основание земли? Скажи, если знаешь, где ты был. Знаешь ли, где рождают дикие козы? А можешь ли ты там это, там облака собрать? А знаешь ли, где я там снег храню, там когда его? И там тысяча, ну, не тысяча, конечно, но я так говорю, да? И там масса вопросов. И если, допустим, ты немножко подумаешь, сомневающийся человек, то поймешь, что трудно не верить. Откуда все? Откуда-то все произошло? Павел так и говорит в первом послании, в первом послании, в послании к римлянам, в первой главе, он так и говорит, что Бог дает откровение с самого начала, он говорит, потому что через Него все сотворено. Он говорит через творение, в первую очередь через творение, потому что если что-то произошло, мы говорим, а откуда? Правда? Поэтому не верить трудно, а верить не трудно. И не нужно бояться этих вопросов, а кто это написал? А докажи мне, что это Бог? А ничего доказывать не надо. Просто задать себе простой детский вопрос, а зачем им врать? Вот апостолы написали об Иисусе Христе, да? О Его жизни. Потом написали массу посланий. В принципе, все за то, что они написали, за то, что они исповедовали, были просто казнены. Ну, кроме Иоанна, да? Который тоже несладкую жизнь прожил. Все люди, которые встретились с Иисусом, знали Его, познали Его лично, они ни в концлагерях, ни в ссылках, ни на плахе, ни на костре, нигде не отреклись от Него. И мы скажем так, а зачем им врать? Ну, дураки они, что ли, врать для того, чтобы умереть? Ну, кто умирает за ложь? Кто умирает за вранье? Тут цена-то такая, да? Правда, да? Зачем Луке врать? Зачем Луке врачу писать такие безумные вещи, что дева, не знавшая мужа, родила? Верить легко, брат и сестра. Не верить тяжело. Но Павел говорит, я знаю, в кого уверовал. Вера однажды, и я так понимаю, что это и Божья воля, и это для нас, для того, чтобы нам вот этот путь свершить до конца, она должна перейти в знание. Это не для отдельных людей, не только для Павла, не только для кого-то, но тут уже нечто зависит и от нас. И Павел мог сказать, я знаю. Вы знаете, я недавно перечитал одну книжку «Тропой уверенности», там о Винсе, Петр Винс, да, отчество забыл. Кто-то читал вообще? Знает такого человека, да? Кто-то читал? Ну, я тогда очень коротко скажу. Это человек, который в 20-х годах, он как бы приехал из Америки, русский, просто сын эмигрантов, верующих эмигрантов, и Бог ему дал призыв, он, по-моему, в 20-х годах, он приехал в Россию и начал служить Богу, проповедовать Евангелие, но когда гонения начались, его прямо вызвали, и там такой КГБшник хороший оказался, он ему говорит, что тебе надо или, короче говоря, ну, трудное время, тебя просто посадят, и ты просто это, сгниешь там в тюрьмах, но у тебя американский паспорт, уезжай. Но если ты остаешься, тебе надо американский отдать, русский взять. Он говорит, я помолюсь, через неделю пришел, и он, короче, отдал американский, взял русский, умер в тюрьме, не умер, расстреляли в тюрьме его в 33-м, по-моему, году. Вот. И он там описывает один такой случай, когда один верующий, знаете, претерпевал очень трудную, очень трудную жизнь в вузах, короче говоря, очень издевались над ним, очень там жуткие условия существования были, и в какой-то такой, я уже точно не помню, очень тяжелый момент, один из там, какой там зомполит, или какой там воспитатель, или кто, он подходит к нему, а тот весь в болезни лежит, и он ему тоже так вопрос задает, ну, ты все еще веришь? Как можно? Ты все еще веришь? Он говорит, нет, я уже не верю. Он говорит, ну, молодец. Он говорит, я знаю. Братья и сестры, и это очень важно. Апостол Павел, наверное, у меня не хватит времени зачитывать на многие места, апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, во втором послании, в первом послании к Коринфянам, в пятой главе, интересную такую вещь, интересный такой отрывок. Ибо знаем, интересно, да, что Павел говорит, очень часто он говорит, знаем. Ибо знаем, что когда земной дом наш, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что во дворясь в теле мы устранены от Господа, и как знаем, что во дворясь в теле мы устранены от Господа, мы ходим верою, а не видением. То мы благодушествуем, и мы желаем лучше выйти из тела и во дворица у Господа, и потому ревно мы просто стараемся во дворясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вот интересно, да, опять же Павел начинает это место, и он говорит, ибо знаем, что когда наш земной дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога дом на небесах, вечный, да, дом на небесах. Павел говорит, о какой хижине, о чем он говорит? Он говорит о теле нашем. Он тело называет хижиной. Мы уже можем назвать хижинами, а вот молодые здесь стояли, так еще как-то на хижине не похоже, да, такие они, вот. И Павел земным домом и хижиной называет вот это тело, потому что это, кого мы здесь, мы здесь не Игоря Зинева видим, нет, мы видим вот, вот мой этот телесный покров и так далее, это тело. Игорь Зинев, он там внутри, и каждый из нас, да, то есть, ты есть внутри, это твое тело, это твое временное жилище на этой земле, однажды ты вынужден его оставить, и когда мы у гроба стоим, мы говорим, здесь тело, да, как бы тело. Мы понимаем, что человека там нет, жизни уже в нем нет. и он говорит, когда он разрушится, и опять Павел употребляет, он говорит, мы знаем. Павел имел это откровение, Павел пишет в седьмой, в девятой главе, да, первого послания, первого послания, если я не ошибусь, он говорит, не буду открывать, он говорит о том, что знаю человека, который, не знаю, в теле или вне тела, но был восхищен до какого там, до третьего неба, да, также знаю человека, был восхищен в рай, в теле, вне тела, не знаю, и слышал там неизреченные слова. Вы знаете, Павел, он имел это откровение, Бог дал ему такую вообще как милость, возможность, привилегию такую, будучи здесь на земле, заглянуть туда, в рай. И поэтому Павел, он не основывается на вере, он не говорит, я так думаю, может быть, не может быть, и Павел говорит, я знаю. Почему это так важно для нас, братья и сестры? Потому что, если мы с вами не узнаем, если наша вера, она не перерастет в знание, то нам не пройти этот земной путь. Почему? Я иногда думаю, Господи, как они вообще могли претерпеть эти казни, мучения, эти всякие вещи, а мы и того претерпеть часто не можем, а потому что знали. И это очень важно, и Бог дает путь познания. Вера – это только начало, это отправная точка, мы уверовали, мы покаялись в грехах, но дальше мы начинаем жить с Ним, и мы знаем. И тогда, когда приходит время выбора, какого бы выбора время не пришло, если ты знаешь, то ты выберешь правильно, ты выберешь его. Знаете, как в том мультике про Простоквашино, когда парень кошку нашел там на подоконнике, и он домой ее принес, и родители приходят, и мать приходит, вся в ужасе, ой, куда этого кота, давай выкидывай. Ну, отец, у него сердце слабое, мягкое, он так еще так. Да ладно, может быть, пусть останется. И она так ему, выбирай, или кот, или я. Он говорит, ну, я, конечно, тебя выбираю, я тебя давно знаю, а этого кота только первый раз вижу, да? То есть, как бы. Это так шутка, конечно, может быть, меня ругать опять будут за то, что там я не пободрствовал и пошутил, пусть Бог простит. Но, тем не менее, если ты знаешь, даже в трудную минуту ты сделаешь правильный выбор, потому что знаешь, потому что это уже не теория, это личный опыт и личное познание. Апостол Петр во втором послании, давайте мы откроем это место или высветим. Второе послание, первая глава будет. Почему? Потому что это, как бы, ну, то, о чем я говорю, это не праздник, не что-то такое. А как? А можно ли вообще познать? Может быть, это какие-то отдельные люди? Моисею там в терновом кусте Бог явился, да? С Авраамом поговорил, с кем-то еще там. Вы знаете, Иов в страдании, да? Вот интересный пример. Иов. Ну, все, все потерял, детей потерял, имущество потерял, сам весь в проказе. Ну, не для кого, когда я говорю вот так вот, не поясняя Иов, да, знаете, да? Кто не знает, почитайте книгу Иова. Он все потерял. Библии тогда у него не было. Он не мог почитать Библию. Ну, потому что он жил еще там во времена Авраама или чуть ли не раньше. Ну, там, богословы спорят, когда, но это не так важно. Библии у него не было. Но этот человек был праведный. Бог сам о нем говорит, характеристику ему дает. Видел ли ты такого человека, как Иов? В нем нет ни порока, ничего. Посмотри, как он ходит передо мною. И вот в его жизнь приходят такие страдания, и он весь находится в проказе, из себя черепицей, да еще и друзья пришли. Помолчали, поплакали с ним семь дней, да? Помолчали, поплакали. А потом, нам же не удержаться, нам же совет надо дать, нам же разобраться надо. Вот это вот очень интересный момент, что не нужно давать никому советов, если не спрашивают. Это просто преступление. Вот мы, христиане, этим грешим. Если ты видишь, что у человека что-то, ты уже знаешь, в чем причина, побежал совет давать. Не надо этого делать. Им надо было просто поплакать вместе с ним, помолиться за него. Но они начали там эту бучу раздувать. Ты позволь, так, издалека, по восточному, ну, кто возбранит слову, ты уж позволь сказать, что уж тут и начали там ему, да, как бы утешать его. Не может Бог наказать непорочного и так далее, и так далее. Иов, который прошел через все это, он потом, по-моему, уже в 19 главе, он еще не прошел, но проходит через это, еще и от друзей наслушался. Он, по-моему, в 19 главе книги Иова, он там говорит такие вещи, что там жалкие утешители, поистине с вами умрет мудрость, вы там такие все умные, да, и потом он говорит, вы посмотрите на мое страдание, я своими словами передаю, как бы дух этого, да, посмотрите на мое страдание, вы еще там вот столько говорите, да, откуда вы вообще, и так далее, да, и вдруг он так восклицает, а я знаю, искупитель мой жив, и он восстановит вот эту кожу мою сию, распадающуюся кожу мою сию, я далеко отошел от микрофона, и он восстановит распадающуюся кожу мою сию, и мои глаза, мои глаза, не глаза другого, увидят его, аллилуйя, брат и сестра, так важно, и мы Петра читаем, второе послание Петра, первая глава, мы будем читать с пятого стиха, и до, и по восьмой включительно, уже быстро читаю, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей, добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестия, в братолюбие, в братолюбие и любовь, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Без успеха и плода в чем? В познании. То есть, когда мы говорим о том, что, а вообще для меня ли это? Может быть, это как-то отдельно для кого-то? Но вы знаете, апостол Петр, он говорит, он говорит, есть путь познания. То есть, ты уверовал, но теперь надо тебе познать, узнать Бога. Тебе надо встретиться с Ним, узнать Его. Тебе надо, чтобы твоя вера, она была не теоретическая, не то, что там евангелист сказал, у тебя слезы потекли, и ты вышел покаялся. А ты должен встретиться с Ним, тогда все, ты знаешь. А что, Петр, а что сделать мне, чтобы встретиться? А что сделать мне, чтобы познать Его? Петр говорит, покажи в вере. Уверовал? А теперь давай покажи. Рассудительность, воздержание, братолюбие, любовь и так далее, и так далее, да? То есть, покажи эти вещи в вере, и тогда не останешься без успеха в познании. То есть, нет другого пути познания. Конечно, нам хотелось бы так, познать Бога, да? Мы так, ну как мы, мы же живем в такой век, когда все бы побыстрее, растворимый кофе, ну мы тут в Финляндии не пьем, все-таки варим, да? А я и то ленюсь в машину закинуть, варю, я прямо в чашку засыпаю, крутым кипятком блюдце положил, зубы почистил, кофе готов. Мы все быстро, быстро. Лучше было бы, конечно, не то, чтобы лучше, а нам кажется, что ну, это такой сложный путь, и знаете, когда к нам подходят неверующие, а вот ты там говоришь, а ты там докажи, расскажи, а доказывать, как я уже сказал, ничего не надо. И Иисус Христос, Он тоже ничего не доказывал. Он никому ничего не доказывал. В 7 главе, 17 стихом Евангелия от Иоанна, Иисус Христос говорит такие слова к иудеям, там 7 глава, Иисус ходил там по Галилеи, когда у меня мало времени, мои мысли разбрасываются, простите меня, хорошо? Но я думаю, что Дух Святой скажет то, что нужно. Иисус Христос ходил по Галилеи, подошли к Нему братья и говорят Ему, 7 глава Евангелия Ана, и говорят Ему, Господи, давай пошли в Иудею, пусть они увидят то, что, ну как бы, и ученики Твои все увидят, то, что Ты здесь творишь. Ну и Христос, как бы, говорит, еще не мое время, вы идите, приближался праздник поставления кущей, вы идите, говорит, а еще пока не мое время, ученики ушли, ну и Он пришел. Иудеи стали искать Его, где Он на празднике кущей. И там такая полемика произошла, потом нашли Его в храме, Он там учил. И они были удивлены, когда Он учил, они говорят, а как Он может так учить, когда, как бы, не учил Писание, как Он так вот может говорить, вообще складно и учить обо всем, что, когда сам не учил Писание. И Христос говорит там, мое учение не мое, но пославшего Меня, и Он говорит так, интересную фразу, Он говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно. Вот интересная мысль, смотрите. Вот человек хочет узнать, и хочет, чтобы ему доказали. Но доказательство, теория, она не дает знания. Знание дает только опыт, переживание. Потому христианство – это опыт. Жизнь во Христе – это опыт. Ты его приобретаешь. Давид пошел пасти, там где-то волк высунулся, он к Богу помолился, волка победил. Фух, Бог не оставил. Опыт. Потом лев, потом медведь, а потом Голиаф. Опыт. Тогда ты можешь сказать, я знаю. Но опыт не достигается, если ты не последуешь. Ты уверовал, должен последовать. По-другому никак. Если ты учишься где-то там в Аматиколу, в Аматикорке, в Акулу, там в университете или еще что-то, то у тебя обязательно есть это, как ее, практика, да? Обязательно есть практика. Потому что теория тебе никак не даст опыт. Опять меня будут ругать, знаете, когда это такая светская пословица, типа опыт не пропьешь, да? Ну, мужики шутят. Ну, неправильно, конечно, неправильно, согласен с вами, пусть Бог помилует. Но дело все в том, что теория, она вылит из головы, все что угодно, но опыт, он останется. И христианство, это именно это. И этого никак по-другому не достичь. Конечно, хотелось бы так, а вот докажи, а пусть Бог, если ты Бог есть, помаши мне с неба рукой. А если ты Бог есть, кинь в меня звездой. А если ты Бог... Да ерунда это, братья и сестры. Конечно, да, трудно. Чтобы, чтобы с ним познакомиться, чтобы узнать его, и узнать его больше и больше, да, это нелегко. А Петр так и говорит, прилагая к всему что? Все старание. Старание покажите в вере вашей. То есть он говорит о делах. И Павел там, в пятой главе, с которой мы начали, он говорит, нам всем надлежит явиться в предсудилище Христово. Он верующим людям пишет. Какое-то противоречие. Иисус говорит, кто уверовал в меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. То есть так пойдем на суд, или не пойдем. А Павел говорит, всем надо явиться в предсудилище Христово. Так пойдем или нет? Кто прав, Павел или Христос? Я думаю, о разном говорят, наверное. Иисус говорит, что мы не придем на суд осуждения. Но Павел говорит о том, что есть, как бы такое слово по-русски звучит, судилище. Я думаю, что в другом языке, я, конечно, не проверял, оно звучит по-другому. Но я думаю, что есть тот суд, который, когда, вот знаете, звезда от звезды разнится в славе, иное слово солнца, иная луны, иная там, и так далее, и так далее, да? То есть, когда бригада выиграла что-то или там заработала деньги, да, и там премию раздают, одному дали там 100 евро, а другому полторы тысячи. По-разному, да? Как бы, кто как поработал. Потом Павел говорит об этом судилище. Скорее всего, это примерно то, о чем Павел говорит. Он говорит о том, чтобы нам получить соответственно тому, как мы жили, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. И однажды мы придем пред Господа, и наша жизнь будет оценена по тому, что мы делали, когда были христианами. И вы знаете, скорее всего, не будет оценено по тому, как я проповедовал. Вот мало об этом пишется. Или по тому, как на гитаре играл. Или по тому, как... Это важно. Потому что написано, что Бог поставил одних евангелистов, за пять минут закончу, одних евангелистами, других пророками, учителями и так далее, и так далее. Он поставил. Но, скорее всего, оценка не по этому критерию будет. Вы знаете, потому что человеку часто говорит, ну вот ты говоришь об этом, а что я могу сделать? У меня нет таланта петь, нет играть, я не могу проповедовать, я не пророчествую, не исцеляю никого, а что я могу сделать? А кто говорит, что это надо делать? Когда Петр говорит, он говорит, покажите веру в вашей добродетель, добрые дела, рассудительность, воздержание, терпение и так далее, да? А кто говорит, что это надо делать? Помните, когда Христос говорит о Своем пришествии и говорит, что Он поставит, разделит народы, как овец и козлов, да, и по какому критерию Он будет оценивать? Некоторые скажут, да мы от Твоего имени пророчествовали, мы пели, мы проповедовали так, у нас там вообще просто, ну, огонь с неба. А Он говорит, а я не знаю вас. А этим говорит, идите, благословенные, в царство, уготованное от начала мира. Господи, а за что? А потому что я был голый, вы одели. Пить хотел, вы напоили. Кушать хотел, вы дали. В больнице был, вы посетили. В тюрьме был, вы посетили. Я думаю, что вот нам, тем, которые стоим здесь и служим за кафедрой, поем, играем и так далее. Мне иногда так жутко, что я приду, и, наверное, мне придется глаза опустить, потому что я увижу тех, которых не видно было. Их не видно было здесь на сцене. Но они посетили, дали, одели. Вот я не могу, но ты, может быть, этого не можешь. Но просто прийти и посетить человека больного можешь? Просто послушать его, кого-то. Вот мы, нам, мы очень много можем говорить, но слушать не очень, да, хотим. Поплакать с плачущим, порадоваться с радующимся. Просто не судить, начать не судить. Не придумывать себе такие отмазки. Мы не судим, мы рассуждаем. Мы не осуждаем, мы рассуждаем. Да знаешь ты в сердце своем, осуждаешь ты или рассуждаешь? Христос говорит, не судите, да не судимы будете. Как знаете, последний пример приведу и будем молиться. Один святой, слышал я, один проповедник как бы говорил об этом, из раннего христианства. Один святой монах, он там спасался где-то, ну такой один из великих, я не помню его имени. И как бы имел общение с Богом. И однажды, знаете, он как бы молился там Богу и о святости, и о том и сём. И Бог ему говорит, да ты еще, говорит, не достиг святости сапожника, который вот там в городе живет. Сходи, говорит, к нему, узнай. Ну и тот пришел. Заходит в мастерскую и говорит, слушай, брат, вот Бог меня к тебе отправил. Узнать, что я еще не достиг вот такой святости. Скажи мне, вот как ты живешь, чем ты угождаешь Богу? Он говорит, да ну, ты вон там монах, а я тут в сапожной мастерской сижу. А чем ты угождаешь Богу? Да чем я угождаю? Ничем не угождаю. Утром пришел, делаю свою работу, там сапоги шью, там по эти самые набойке приколачиваю. В окошко так поглядываю, смотрю, человек идет. Ну и просто думаю, вот ведь, наверное, хороший человек пошел, да? А вот, наверное, вот женщина такая хорошая пошла с сумкой, наверное, о семье заботится. А вот вот еще. Просто начни хорошо думать о людях. Не надо там это, какого-то, чтобы в газете о тебе и о мне написали. Чтобы познать Бога. И Слово Божье говорит, что Он явится. И тогда ты и я, мы сможем сказать, я знаю. Как Симон из 10 главы Деяния, который говорит о том, что... О котором говорится о том, что он был богобоязненный, много милости творил. Милости много творил, да? Со всем домом своим. И явился ему кто? Ангел. И познал, да? Симон, твои молитвы услышаны. Хотим знать Бога. Давайте просто начнем, знаете, не думать о том, вообще, какое такое большое, великое служение у меня в церкви. С малого начнем. Бог укажет служение, Он же ставит на служение. С малого начнем. Договоримся не ссориться. И не будем ссориться. Прощать начнем. Кого сегодня не простил? А Бог тебя простил. Прощать, просто прощать начнем. Послушаем просто друг друга. О том, о ком плохо думаем, давайте просто обновимся духом ума, как Павел пишет в 12 римлянам, да, главе. Обновиться духом ума вашего. То есть прежнее выкинуть, да, из ума. О том, о ком плохо думать, начни ты хорошо. Хорошо-то думать. Начни хорошо думать. Ведь есть же в нем что-то хорошее. Ведь Христос за него умер. Перестанем судить. Начнем помогать. Начнем это делать. Вы знаете, что? У нас будет церковь, которая знает его. Вся церковь встанет и скажет, а я знаю, в кого уверовал. А я знаю, искупитель мой жив. Помолимся. Любящий Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что даровал нам сегодня встречу друг с другом и встречу с Тобой. Благодарю Тебя за сегодняшнее служение, за все, что здесь происходило. За свидетельство сестры, Господи, которое мотивировало нас к молитве. За благословение, Господи, жениха и невесты. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты не прекращаешь свою работу. Ты даруешь эту любовь. Господь, великий Бог, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за молитвы, за песнопения, которые сегодня были. Благодарю Тебя за ту группу, которая выходит сюда каждое воскресенье и прославляет Бога, Господи. Я благодарен Тебя от всего сердца. Благодарю Тебя за то слово, которое вложил в сердце мое. Прошу Тебя, Дух Святой. Бог, конечно же, никто из нас не может сказать, сколько Ты, Господь, скажешь. Но я верю, что Ты есть Бог живой. И наша христианская жизнь, она не ограничивается только проповедью 20- или 30-минутной в церкви. Ты даруй, Господи, каждому из нас самому размышлять над услышанным. И сегодня, Господи, может быть, после воскресного служения днем или ближе к вечеру сказать, Господи, я хочу знать Тебя. Я знать Тебя хочу. Даруй мне, Господи, силу Твоего Духа Святого и водительство Твое, чтобы поступать так, как Ты учишь, Господи. Даруй мне не хватать звезды с неба, а просто быть матерью. Небольшим экономистом, небольшим бухгалтером, невеликой бизнесменкой, а просто мамой и женой. Даруй мне быть мужем, за которым вся семья спрячется. Помоги мне в этом, научи, Христос, просто жить и все делать в этой жизни, как для Тебя. А Тебе это будет вся слава и наша любовь. Позволь нам, Господи, свои жизни на Твои ладони положить, великий Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Простите, пожалуйста, времени было мало, чуть затянул. И да благословит Господь всех.